Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы на полигоне в Шумаше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я так понимаю, на этом этапе ребятам предстоит вот это вот колесо заменить на новое колесо. Да. Была у нас замена колеса, участвовало 5 команд, 20 человек, одна из них была девушкой. Все команды у нас справились с задачей, вот, в принципе, без ошибок. Так что, я думаю, что будущие водители у нас уже подготовлены по мобильной дороге. А в чем здесь сложность? То есть в чем вообще задача? Я видел, как ребята приподнимают автомобиль там кратом. Что вообще в целом, да, как это там проходит? В целом, ребята у нас, значит, брали из багажника запасное колесо, выставляли башмаки, срывали гайки, донкратили, меняли колесо, соответственно, потом за собой все убирали, так же в багажник. А были какие-то вот ограничения по времени? За сколько они должны это были сделать? Да, они должны в течение 5 минут должны были все это сделать. Но все команды уложились, вот, справились с задачей до указанного времени. Штрафные баллы были ли и за что давали? Да, у нас одна из команд забыла, выставила один башмак, вот, второй выставлять не стали. И также вот ребята немножко неправильно затянули болты, то есть поставили кривое колесо. Вот, а так, в принципе, преподаватели с ними отзанимались хорошо, в принципе, ошибок грубых больше не было. Ну, и, я думаю, вопрос, который интересует всех мужчин-водителей, как справилась девушка с этим испытанием? Девушка справилась замечательно, только команде я сказала, что девушка должна была стоять и смотреть, а ребята менять колесо. А так, молодцы. А получилось все наоборот, ребята отправили слабый пол на замену колеса, да, получается? Ну, можно сказать и так. Это два самых любопытных этапа, притом один сложнее другого. Называются они фигурное вождение. На данном этапе оценится скорость прохождения выполнения элементов разнообразных, да, таких как змейка, параллельная парковка, заезд в бокс с задним ходом, вот, круговое движение. Вот, за каждый сбитый конус, элемент, наружной частью автомобиля начисливаются штрафы, штрафные баллы. Потом это все суммируется, и те, у кого меньше, соответственно, штрафных баллов, и тот, кто меньше всего, быстрее всех проехал данное упражнение, тот и является лучшим в этой дисциплине. А какие элементы вообще здесь, и насколько они важны для водителя? То есть, змейка понятна, параллельная парковка понятна. Но вот момент с досками и с этим круговым движением, насколько это все важно для водителя? Получается, тут мы, когда вот эти доски, да, лежат, это так называемое упражнение колея, то есть водитель должен пропустить одной стороной своего автомобиля колеса между ними, да, проехать. То есть, чувствовать свои габариты. И также вот это круговое движение, часто сталкиваемся на, скажем так, в реальных условиях с круговым движением, и где нужно развернуться, тоже как бы почувствовать свои габариты, как и насколько автомобиль маневрен в данной ситуации. Ну вот водитель у нас проходит, как он пока у нас идет? Без штрафных баллов, со штрафными баллами? Данный водитель выполняет упражнение достаточно быстро, четко, и в конце увидим, сколько у него штрафных баллов. А самое частое, ну то есть, это уже далеко не первый водитель, который мы видим, самое частое вот нарушение на всем этапе какое? Где чаще всего ребята не соблюдают? Чаще всего, наверное, им сложнее вот именно пропустить левую часть своего автомобиля, колеса, между брусками. Вот, с этим вот у них возникают, так скажем, трудности. Однако инструкторы считают иначе. Говорят, самое сложное – это гараж, потому что нужно ориентироваться по зеркалам. А еще обратная змейка – элемент, которого нет на экзамене на получение водительского удостоверения. И объясняют они, почему считают эти элементы самыми сложными. Езда назад, что здесь, на что здесь обратить внимание водителю нужно как-то ориентироваться? По зеркалам нужно ориентироваться, это намного для человека тяжелее. Мы привыкли ходить вперед, назад мы не привыкли ходить, поэтому переворот сознания происходит. Вот, водитель отлично справился. Сейчас мы подъезжаем параллельной парковке, тоже с применением задней передачи. Ну, параллельная парковка – это один из таких сложнейших элементов, наверное, или как? Ну, как? В принципе, не очень. Мне кажется, гараж намного сложнее. А вы выступаете в роли инструктора или как? Нет, я выступаю в роли… Я контролирую автомобиль. Чтобы не произошло что-то, аварийная ситуация, мне нужно нажать на корпус. Если какая-то будет аварийная ситуация. То есть ни подсказок, ничего такого вы… А следующий этап? Сейчас посмотрим. Следующий этап. Гараж. Как раз параллельная парковка с постановкой транспортного средства, с поворотом на 90 градусов, с применением задней передачи. А это второй этап фигурного вождения, что называется «для виртуозов». Штрафы здесь те же, однако испытания куда сложнее. Этот этап у нас отличается от того этапа. Что здесь нужно водителю делать? Этот этап отличается прежде всего тем, что помимо того, что здесь есть такие традиционные элементы, как змейка, которые встречаются и на том этапе здесь, присутствуют нестандартные элементы, то есть повороты под определенным углом, да, и, соответственно, проезд на сужение. Вот у нас вон та фигура. И непосредственно заезд задним ходом в карман с последующим выездом на вправо. И также идет змейка и финиш. Все вот эти элементы, они важны для водителя или это просто такая вот экзаменационная, академическая проверка его навыков? – Безусловно, каждый элемент, каждый у нас элемент вот этих заданий, он интересен тем, что помогает нам прежде всего чувствовать габариты автомобиля, ориентироваться как бы, да, в пространстве, оценивать положение автомобиля. Так что я думаю, что это для нас с вами очень положительный момент. – А за что здесь дается штраф у нас? – Штрафные баллы назначаются за касание либо сдвиг стойки. Это остановка, то есть как бы все элементы у нас желательно выполнять без остановки транспортного средства. Также, если у нас используются какие-либо переговорные устройства, то бишь там блютуз-наушники, либо еще какие-то средства, то есть, соответственно, это тоже штрафным баллом наказывается. Ну и движение без разрешения судьи – это тоже. – Так, а как это работает? То есть у участника есть какой-то стек баллов, который он тратит в ходе, или пытается сохранить в ходе выполнения испытания, или наоборот, он начинает с нуля и задача с этим нулем остаться? – Совершенно верно, вы правильно сказали. Он начинает с нуля, и впоследствии идет оценка правильности прохождения трассы и, соответственно, время. Если у нас по времени все укладывается, участок, вот данный этап, этап не стандарт, выделяется на данный участок 10 минут времени. То есть, если все, что выше 10 минут, то участник снимает соревнования, он считается как не прошедшим данный этап. – Соответственно… – Как еще раз просто задали. – Ну, в общем, цель ясна, да? – Не-не-не-не, я просто еще хотел дополнить и… – Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это у нас конус сейчас под колесами автомобиля. – Да, возвращаясь к теме баллов, которые есть у участника. Ему важно, я так понимаю, и при нуле баллов остаться, и… – А он его до сих… – А, нет, вот, конус выжил. – Он должен этот ноль сохранить или ему… – Аккуратно отойдите, он сейчас, наверное, назад поедет. – А ему нужно этот ноль сохранить или… – И при хорошем времени пройти, так? – Правильно получается? – Да, безусловно, хорошее время, и плюс не допускать ошибок, то есть не сбивать конуса, не делать без команды судьи каких-либо движений, заводить машину, трогаться с места, переставлять ее, то есть все делается по команде и в рамках того, в рамках правил тех, что нам предписано положением конкурса. – Ой, я так понимаю, сейчас мы еще один конус сомнем? – Ну, нужно сделать акцент, как бы понятно, что это все фиксируется в протоколе соревнований, но нужно сделать акцент на том, что все-таки это дети, да, это несовершеннолетние, как бы… – Ну, неопытные водители, да. – То есть, как бы… – Ошибки допускаются, могут быть. – Ошибки могут быть у всех, все мы люди, все мы ошибаемся. – Так, а есть какое-то суперэталонное время, суперэталонный участник, который все прошел? Был такое, что все без ошибок? Был какой-то человек, который прошел без ошибок? Или пока это легенда? – Смотрите, на данный момент у нас каждый участник допустил какую-либо ошибку. – Будет ли такой участник, который не допустит ни одной ошибки, мы сами узнаем в конце соревнования. – Самое частое нарушение на всем этапе, на всех этапах какое, где чаще всего ребят нарушают? – Самое частое – это сдвиг конуса, либо касание конуса. К сожалению, это самый основной. – А на каком элементе конусы страдают больше всего? – Я думаю, что вот на данном этапе, то есть это у нас въезд в карман, вот именно на нем при движении задним ходом немножечко ребята теряют габариты и не вписываются, к сожалению. Автомногоборья – конкурс для резания традиционный. Ежегодно юные водители, возраст которых от 15 до 17 лет, демонстрируют свои умения и навыки в знаниях правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, а также в замене колеса и в фигурном вождении. Еще до начала соревнований команды присылали творческие мотивационные эссеи, яркие видеоролики. В состав жюри традиционно входят представители Госавтоинспекции Рязанской области и Лаборатории безопасности. Проведение подобных соревнований необходимо для того, чтобы как можно больше молодых людей были вовлечены в процесс воспитания законопослушных участников дорожного движения и стали хорошим примером для сверстников. А еще это отборочный региональный этап. Команда-победитель отправится на всероссийские соревнования. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.